У природы нет плохой погоды. Трудно с этим согласиться, когда в начале весны идет снег. В нашу страну на этой неделе вернулась зима, мороз, снегопады и гололедица. В Челябинской области, например, такие сугробы, что местами не пройти, не проехать. Средняя температура по области минус 5 градусов. Снег будет идти и завтра, но метеорологи обещают, что на небе засияет солнце. Не придется расслабляться и жителям центральной России. Возможен шквалистый ветер до 15-17 метров в секунду в некоторых городах, в том числе и в Москве. МЧС могут продлить штормовое предупреждение. Март, похоже, решил подтвердить свое звание самого непредсказуемого месяца в году. Каких еще сюрпризов нам ждать от него? И когда все-таки придет весна, об этом спросим у Евгения Тишковца, специалиста Центра погоды ФОБОС. Добрый день. Ну, действительно, март 2017 года запомнился жителям практически всей территории нашей страны невероятным мощным стартом. Аномалия тепла достигала порой и 7, и 10 градусов и ознаменовалась россыпью абсолютных рекордов температуры за всю историю наблюдений. Но, тем не менее, да, концовка получилась смазанной. Концовка проходит по зимнему сценарию. Ну, если мы обратимся, обратим свое внимание на Урал, то сейчас в регионе очень сложная погода. Она обуславливается целовой частью циклона, куда поступают арктические массы воздуха. Соответственно, столкновение тепла и холода вызвало вот такие обильные снегопады, метели с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. Ну, и порывы ветра в регионе достигают местами до 15-20 метров в секунду. И такая сложная ситуация, к сожалению, сохранится как минимум в ближайшие сутки. Что касается центральных регионов нашей страны, то мы тоже, в общем-то, пережили эти мощные ветра. И даже на юге сейчас уже ветер утихает, где потоками сильного ветра даже сносило и памятники, и самолеты с пьедесталов. Но ситуация начинает постепенно улучшаться. В Москве сегодня характер погоды уже будет определяться в восточной периферии антициклона. Поэтому, в общем-то, почти что без осадков, много солнца. Да, ветер, конечно, еще холодный, северный. Ночью столбики термометров в столице опускались до минус 6,5 градусов. Это для конца марта очень холодно. Но, тем не менее, в дневные часы все-таки мартовское солнце сделает свое дело и повысит показания до около нулевых значений. Ну, а если на перспективу, то, в принципе, нам еще буквально сутки-двое продержаться в таком холоде. И северные ветры начнут разворачиваться на западные, юго-западные. К нам пойдет атлантическое тепло, а значит, весна вновь начнет возвращать утраченные позиции. И где-то уже со 2-го, с 3-го числа столбики термометров пойдут на шторм отметки плюс 10 градусов. Ну вот, собственно, и осталось дождаться практически понедельника, когда станет тепление. Евгений Тишковец, специалист Центра погоды ФОБОС, был с нами на прямой связи. КОНЕЦ